Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня у меня вот такое вот видео. Хочу показать вам своего попугайчика. Я его покупала себе на 8 марта этого года. И это было даже, помню, скорее 1 марта. Но завоз был к 8 марта в Ашане. И, наконец-то, я его купила. Сбылась мечта, потому что их не так часто завозят. А когда завозят, то обычно и корешочки плохие, и стоит их всего буквально 2-3 кустика, и разбирают вмиг. И вот, на моё счастье, оказался вот этот кустик. Но, как говорится, ничто не предвещало вот такого вот разнообразия красок на этом попугайчике. Это домашнее цветение. Это уже первое домашнее цветение с тех пор. Он у меня подсвёл немножечко после того, как я его купила. Купила я его, когда он свёл по сорту, всё было замечательно. Никакого намёка не было на вот этот вот кирпичный красный вот розовато-кирпичный такой вот оттенок. Вообще никакого намёка не было, что он может так процвести. И сейчас я даже вот вставлю вам фотографию того цветения, когда я его купила. Посмотрите на него. И после того, как он отцвёл, буквально через полтора месяца он выдал новый цветонос. И цветонос даже вот такой разветвлённый. И здесь даже вот одна почечка, но её он уже, видимо, не осилил. Не осилил развить эту почечку. Вот он, длиннющий-предлиннющий цветоносик. И затвёл вот такими вот цветочками у меня. Вот эти три цветочка, они вот такие вот частично красненькие, частично жёлтенькие. Ну а здесь оставшиеся цветочки, они вот такие вот полностью красненькие. Кто-то даже мне написал, что он зацвёл вот эти красные цветочки, похожие на Марию Терезу. Всё возможно. Я ещё не гуглила, правда, Марию Терезу этот сорт. Ну всё возможно. Может быть, это как вариант цветения попугайчика. Тоже имеет своё название. И здесь ещё остались четыре бутончика. Два с этой стороны и два с этой стороны. И вот хочу заметить ещё вот цветочки, вот которые, бутончики, которые были вот на этой стороне, они распустились жёлтым. А цветочки вот на этой стороне, они распустились красненьким. И вот мне интересно, как же распустятся вот эти вот бутончики. Будут ли эти с жёлтым, потому что они с этой стороны идут. Так, эта проволочка здесь... А, я этой проволочкой закрепила вот так вот этот цветоносик, чтобы он к холодному окну не прилегал. И зацветёт ли вот этот цветоносик, вот это ответвление полностью красным. Ну, посмотрю, подожду, посмотрю. Поделюсь обязательно с вами. И, если честно, я даже не знаю, радоваться мне этому или не радоваться. Вообще не представляю, как мне реагировать. Но, честно, могу сказать честно, что некое немного расстройство, оно, конечно, имеется. Потому что я очень люблю жёлтые цветочки, очень люблю жёлтый цвет. И хотелось бы, конечно, иметь растение жёлтенькое, как я его и брала. Ну, в принципе, этот цвет тоже, вот этот кирпичный цвет, тоже неплохой. И вот мне всё интересно, как будет следующее цветение. Каким цветом уйдёт ли он полностью вот в этот красный цвет, неясно, непонятно. Буду ждать, буду с вами делиться. Покажу обязательно, как распустятся вот эти вот оставшиеся бутончики. И, кстати, вот хочу сказать ещё, вот пока, раз уж я его показываю, то покажу целиком. Кстати, у меня есть видео о том, как я его покупала. Я его показываю там после покупки. Это видео вы можете найти в подсказках. Ссылка на него сейчас всплывёт. Этот кустик, вот он какие здоровые листочки вырастил дома за это время. И он до сих пор у меня не пересажен. Если вдруг вот у кого-то возникнет такое предположение, что, возможно, он так отреагировал либо на пересадку, либо на освещение. Нет, он у меня не пересажен. Стоит он у меня на подоконнике с подсветкой. То есть ничего такого особенного. Подсветка обычной светодиодной лампой. Ничего я не предпринимала. Удобряла так же, как и все остальные свои фаленопсисы. И азотным, где-то азотным, где-то фосфорным. А так я чередовала азотный с фосфорными. Иногда и просто чистой водичкой. И янтарную кислоту, кстати, я им таблеточку добавляла. И витамин В, тиамин я им добавляла с своим орхидеичком. Но все-таки, на мой взгляд, просто я еще, если кто не знает, я еще выращиваю и фиалки. У фиалок очень часто такое происходит, когда фиалка зацветает не по сорту. И я думаю, что у орхидеи в принципе то же самое, потому что это тоже цветок. Это все гибриды. И в результате гибриды, как вы знаете, это все сильная помесь. Очень сильная. Чего в них только нет. Каких только генов в них нет. Ну и в результате просто с течением времени какой-то ген, какого-то прародителя начинает доминировать. И вот цветок приобретает другую расцветку, другой окрас. И происходит вот такой вот. Происходит уход из сорта. Когда фиалка начинает так цвести, уходит из сорта. В фиалководстве этот термин называется спорт. Уходит в спорт фиалка. Если появляется один цветочек, это говорит, один цветочек не по сорту на всей розеточке, даже один цветочек. Это говорит о том, что фиалочка будет постепенно, уже все, начало запущено, фиалка постепенно, постепенно, с каждым цветением все больше и больше будет уходить из сорта. И мне кажется, что с орхидеями в принципе то же самое происходит. Возможно, она еще может подсвести вот таким образом, может быть даже несколько раз подсвести таким образом, но в результате она может, я думаю, в результате эта орхидея полностью уйдет вот в этот красный цвет. Ну, подождем, посмотрим, время покажет. И что я еще хотела сказать? То, что этот кустик у меня еще не пересажен. По-моему, это я сказала. Но не пересадила я его, потому что он довольно крепенький. Я стараюсь следить, стараюсь очень аккуратно его поливать, поливая только вот в поддон. Вот так вот чуть-чуть водичкой наливаю, чтобы не переувлажнить, потому что наверняка там торфяной стаканчик или мох. Ну, скорее всего, торфяной стаканчик. И вот очень аккуратненько стараюсь поливом. И за это время этот фаленопсис нарастил. У него и так была хорошая корневая, и он еще нарастил корешочков. Я его недавно поливала на днях, и поэтому сейчас... Ну, вот серебристый корешочек. Он находится наверху, и он не такой вот зелененький после полива, как все остальные. Но видно, что он новенький корешочек. Ну, в принципе, и здесь вот ответвление видно, что оно новенькое. Много нарастил хороших корешочков он. И пока он цветет, я не хочу его пересаживать. Хотя я пересаживаю орхидеи во время цветения, преспокойно. И какие-то замечательно на это реагируют фаленопсисы, совершенно не замечая этой пересадки. Какие-то начинают сбрасывать цветочки. То есть происходит и такое, и такое происходит. Мне кажется, это уже зависит от состояния самого цветочка на момент пересадки. От того, насколько у него крепок организм в это время. Насколько сильно он стрессанул, пока его вырастили и продали. Привезли в Россию, продали. И пока он попал и домой. И тут его еще пересадили. Ну, в общем, мне кажется, все зависит от самого растения все-таки. Насколько он сильный. Но пока этому фаленопсису хорошо в этом горшочке. Пусть цветет себе. Пусть радует меня. На днях... Ну, не знаю, как на днях. Но постараюсь, во всяком случае, на следующей неделе уже постараюсь снять обзор своих орхидеечек. Они у меня зацветают очень... Ну, не очень, а несколько уценочек у меня зацветает. Из самой первой партии я с ними знакомлюсь, узнаю, какого цвета они. И хочу снять и вас тоже познакомить с моими уценочками. Радует меня. Хоть и зацветают немножечко скромненько, по несколько цветочков. Но все по-разному. Но все равно они меня радуют. Все равно для меня это праздник. И хочу поделиться скоро этим праздником и с вами. Вот такое у меня видео на этот... На этот момент. Спасибо большое всем-всем, кто присоединяется ко мне в моих видео. Всем, кому интересны мои видео, мои цветы. Все, что с ними происходит, все, что я с ними стараюсь как-то обустроить их жизнь в моих условиях. Спасибо вам всем большое за ваш интерес, за ваше внимание. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok